И еще раз доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях необычный гость. Сегодня мы пригласили основательницу студии дизайна и, собственно, дизайнера интерьеров Елизавету Битчеву для того, чтобы обсудить современные тренды в ремонте и в дизайне интерьеров. Здравствуйте, Елизавета! Здравствуйте! А расскажите, пожалуйста, Елизавета, чем дизайнер отличается от декоратора? Дизайнер это человек, который затрагивает такие глобальные вещи в доме, то есть это планировочное решение, может быть, перенос каких-то стен, но, конечно, в рамках допустимого есть определенные ограничения законодательные. Дизайнеры интерьера создают проект и делают ремонт глобально, то есть там практически все с пустых стен, либо все сносится, что есть. Декоратор это человек, который просто может прийти каким-то декором, текстилем, допустим. То есть уже есть обои, да, или стены покрашены, есть полы, потолки. Просто декором каким-то изменить, помещение украсить. Это вот функция декоратора. Есть декораторы, которые декорируют квартиры к съемке. Допустим, дизайнер сделал, уже провел ремонт по своему дизайн-проекту, вел авторский надзор и хочет отснять свой объект. И зачастую приглашаются декораторы, которые именно готовят к съемке эту квартиру. Детали добавляют, да? Да, они добавляют такие штрихи, которые на фотографии будут красиво смотреться. Так, поняла вас. Очень, кстати, всегда было интересно, кто создает тренды. Тренды. Очень интересная тема. На самом деле, утверждается, что есть некие институты типа понтона, да, который создает цвет. Но я, если честно, не знаю конкретных названий в сфере дизайна интерьера. Но я знаю, что зачастую, допустим, производители мебели выпускают какую-то новую коллекцию, дизайнеры начинают ставить ее в свой интерьер, эту мебель, и вокруг нее завязывается какой-то интерьер, да. Это одно из, может быть, таких пусковых механизмов создания какого-то нового тренда. Либо, допустим, это обстоятельства, которые сложились, типа вот пандемии, допустим, да, когда людям, людей очень сильно потянуло к природе, к натуральности. Потянуло, да, говорится? Да, да. И вот появился совсем недавно, там, буквально там два-три года появился вот этот новый стиль, его еще называют джапанди. Такое новое название. Так, что это такое? Я не в курсе. Это такой стиль, где применяются округлые формы, то есть не только в мебели, но даже стены округляют. То есть такое ощущение обволакивающее, пещерное, где человек чувствует себя комфортно, ему хорошо и уютно. Это натуральные материалы, это такие пастельные натуральные оттенки, то есть такие нежно-бежевые, нежно-серые, никаких кричащих цветов, отсутствие плинтусов и карнизов, то есть такой минимализм, но он такой мягкий, обволакивающий, очень красивый, натуральный. У нас чертески есть хоть одно помещение в данном стиле? Думаю, что нет, пока нет. Таких смелых заказчиков я еще не встречала, но на самом деле это очень красиво. Так, поняла вас. Вот, кстати, пока вы рассказывали о том, как вообще формируются тренды, я задумалась о том, как формируются тренды на одежду. Вот действительно непонятно, но вроде как какие-то дизайнеры, модные дома, то есть изготовители одежды, мы просто привели в качестве примера изготовителя мебели, они действительно что-то создают, один, наверное, посмотрел на другого или как-то это происходит, очень часто просто сообща, и все, а потом уже это, так сказать, входит в мир. Ну, примерно так, я думаю, это и происходит. Нет какого-то, я думаю, отдельного института, который бы сидели и вот разрабатывали какой-то тренд на интерьер. Это рождается само по себе, естественным образом. Ну да, какие-то тренды, они могут повторяться, да, как и в одежде, потом по очереди. Очень много трендов возвращается, но в более измененном виде. Вот, допустим, сейчас вернулись арки, закругленные арки. Они одно время вообще вышли из моды, напоминали нам интерьеры 90-х, никто уже не хотел их делать, сейчас они в таком красивом виде, в таком красивом варианте вернулись, то есть многое возвращается. А как их вид теперь отличается от прежних арок? Ну, во-первых, они не выделяются какими-то там липниной или чем-то, они просто вписываются органично в интерьер. Ну, сейчас, к сожалению, у меня нет с собой подборки, это нужно показать. Ага, так, хорошо, я вам доверяю, что это красиво. Расскажите, пожалуйста, вот мы с вами за кулисами, так сказать, обсуждали, что часто мужчины и женщины, муж и жена спорят о том, какой же будет интерьер. Понятное дело, вопрос серьезный. Вот, что главное при выборе стиля, дизайна интерьера для мужчин и для женщин? Наверное, для женщин, чтобы было красиво, для мужчин, чтобы было удобно. В общем, расскажите. Да, для мужчин практичность и бюджет. Очень важный, конечно же. Просто бюджет из собственного кармана. Да, потому что оплачивает, как правило, мужчины. Мужчины сразу первая мысль, как я это буду реализовывать и сколько мне это будет стоить. А у женщины первая мысль, это вот как бы это сделать красиво, уютно, чтобы ей было там хорошо. Чтобы подружки посмотрели, сколько красиво. Да, чтобы все чуть-чуть позавидовали, когда придут в гости, да. И зачастую бывает, что трудно понять, кто принимает решения, мужчина или женщина. Тут приходится еще психологом быть. Я, кстати, окончила специальный... Да, ну что? Да, по психологии общения с заказчиком. И там очень подробно мы эту тему изучали, как вот именно подружить, так сказать, заказчиков. Если это муж, жену или разные поколения, как бы это тоже такой сложный. Да, приходится быть как третейский судья между ними. То есть вы все-таки чуть-чуть еще судья. Я еще и психолог, еще и судья, еще и менеджер и много чего еще. Да, да, да. Так все-таки, что тогда главное в интерьере? Чтобы было красиво, удобно, но что-то еще другое. Я думаю, что красота очень важна, функциональность важна. Но лично для меня, как для дизайнера, я понимаю, что может быть какой-то красивый элемент интерьера вы через какое-то время просто перестанете замечать. А если вам будет неудобно, вы будете это чувствовать постоянно и вспоминать нехорошим словом этого дизайнера, который не смог вас переубедить. Поэтому, конечно, я в первую очередь за функциональность. Но благо сейчас очень много приемов, материалов, когда это можно совместить. И, честно говоря, компромиссы не приходится. Очень легко, да? Легко, да. В принципе, эти компромиссы. И действительно, когда вот они будут видеть эту красоту, вдохновляться или там успокаиваться, мне кажется, они тоже могут очень так долго вспоминать хорошим действительно словом дизайнера. Если женщине будет неудобно готовить на кухне, на очень красивой кухне, и она будет постоянно с этим сталкиваться, вот поверьте, рано или поздно, она возмутится. Потому что все равно мы, то, чем мы пользуемся ежедневно, это в первую очередь должно быть удобно. Но я еще раз говорю, нам не приходится выбирать, как бы всегда все можно совместить. Мы, как правило, планировочных решений только делаем 3, 4, 5, да, мы поднимаем их в объеме сразу в программе и приглашаем заказчика и обсуждаем это все. То есть заказчикам, если раньше я показывала все это на чертеже, то все-таки им понятнее, когда это уже в объеме поднято все. И вот мы это крутим, вертим, и, как правило, из этих вариантов мы собираем один максимально удобный, максимально функциональный. Сборная солянка всех из-за, да? Да, где-то нравится, как стоит кровать, где-то нравится кухня, как и так далее. И уже в этой квартире, которая продумана до сантиметра практически, но вам не может быть просто неудобно. То есть дизайнер, он выжмет то, что вы сами выжать, ну просто не сможете. Мы знаем какие-то такие секреты и приемы. А вот, кстати, какой процент функционала можно учесть при планировании? То есть не на практике, когда ты уже начал пользоваться, а вот именно при планировании. Все ли позволяет сейчас нашу технологию учесть? Да, на 100%. Все зависит от площади помещения, от его возможностей, потому что в многоквартирных домах у нас не так много возможностей перепланировки. Какие-то стены совершенно нельзя трогать, да, переносить что-то нельзя. Ну и от бюджета заказчика. Ну и плюс у вас есть какой-то личный, да, и профессиональный опыт. То есть вы скажете, розетку удобнее не на расстоянии двух метров от дивана делать, а вот поближе. Ну то есть личный опыт, на котором тоже многое основывается. Давайте с вами подробно поговорим о самом главном. Для чего же мы собрались сегодня здесь? Какие тренды у нас в дизайне интерьеров? Вот мы уже немножко коснулись того, что тренд все-таки, конечно, больше уходит на минимализм. Минимум визуального шума. То есть закрытые фасады мебели, по минимуму каких-то открытых поверхностей. То есть без стекла, не тебе туда? Ну пусть даже это будет стекло, но чтобы это не было в открытом виде, у вас не было много декора, посуды. То есть визуального шума, чтобы было перед глазами меньше. Это такие минималистские какие-то поверхности. Это может быть декоративная штукатурка по такую природную какую-то текстуру, да, там, типа мазанки тоже, да, вот она тоже очень в моду вошла. Это поменьше блеска, глянца, более все матовое. Если это керамогранит, то матовый, допустим, под натуральный камень. Ну, я не хочу расстраивать людей, которые любят классику, потому что лепенина, она никуда не уходит, она осталась в моде. Так, давайте подытожим. В общем, поверхности закрыты, да, меньше стекла, вот, поменьше глянца. Нет, стекла не надо меньше, стекло можно. Стекло можно? Стекло можно. Так, а вот поменьше, как раз вы сказали, визуального шума, это про что? Открытые полки. Открытые полки. Где собираются всякие хламы, пыли и так далее. В общем, отходят открытые полки именно. Так, хорошо, открытым полкам нет, говорим, по крайней мере, вот в ближайшее время. Потом, что у нас поменьше глянца, лепнина все-таки остается в моде, да, для любителей классики. Что еще? Что еще? Ну, я же говорю, больше уходим к натуральным. Плюс еще вот закругленные формы. Сейчас опять вошли арки закругленные в моду. Сейчас вошли в моду, закругляют не только фасады мебели, да, то, что раньше было у нас модно какой-то период, потом мы от этого ушли. Ну, то есть тоже напоминало а-ля 90-е. Да, да, да. Сейчас опять это все вернулось, причем в очень таком красивом эстетичном виде, под натуральное дерево. Дерево тоже ушло от красных и желтых оттенков в более такие спокойные, серые, такие коричневые, благородные тона. И также эти закругления в стенах применяются. То есть закругляют стены, вот обволакивающая вот эта атмосфера, это все сейчас пошло в моду. А становится ли помещение меньше, если закругленные стены? Ну, может быть, на какие-то там небольшие, вот именно в этом месте, сантиметра оно и становится меньше. Но если грамотно продумывать планировку, то это как бы не будет вам уничтожать. А закругленным помещением должно быть со всех сторон или только с одной стороны какой-то? Это как дизайнер придумает. Вся судьба в ваших руках. Да, это как придумает, как согласует с заказчиком, на что согласен заказчик, потому что каждое такое решение – это дополнительный бюджет. Потому что, допустим, закругление стены – это закругление гипсокартона, да, это материал, это работа, это шпаклевка дальше и так далее. Закругленные фасады мебели, они всегда дороже стоят, вот, поэтому тут уже нужно смотреть и сходить из бюджета заказчика. Так, поняла, а что у нас древесина? Потому что, знаете, наверное, сезон 2, может быть, чуть больше, очень были в моде, в тренде, вот, рейки на окрашенных стенах. Как сейчас, например, стоят дела? Дерево еще плотнее вошло сейчас в тренд. Рейки в чистом виде, вот, как раньше их применяли, они немножко уже поднадоели, они уже уходят. А вот, но дерево не уходит, дерево еще больше входит в интерьеры в виде фасадов мебели, в виде настенных панелей, полы и так далее. То есть, это смотрится сейчас действительно очень актуально, очень природно и стильно, я бы сказала. Так, подытожим для наших телезрителей, в общем, еще 2 тренда – это закругленные фасады. В общем, все, что можно закруглять, закругляйте, если хотите быть модными. Древесина, древесина у нас остается. Так, а что у нас с подсветкой? Это сейчас модно, нет? Подсветка, да, подсветка никуда не уходит. Зон освещения мы всегда делаем много, под любые сценарии жизни. То есть, при ежедневном вашем времяпрепровождении в квартире – это один сценарий, когда у вас гости – торжественный, другой сценарий, когда вы вечером проводите время у телевизора – это третий сценарий, когда вы ложитесь спать, у вас обязательно должен быть удобный свет. Допустим, в последних проектах своих я ставлю не только прикроватный, допустим, светильник, который включаешь, он довольно ярко светит и, может быть, мешает партнеру. А еще и мы ставим специальные такие светильчики от стены, которые, допустим, прямо в книгу точечно светят. То есть, мы стараемся предусмотреть все сценарии, чтобы людям было максимально комфортно. Ага, точечно, именно в глаза ступруги. Ну, если захочет. Если захочет супруг, я вас поняла. Так, и расскажите, пожалуйста, что делаем со стенами? Красим белим, штукатурим обои, в общем? Все делаем. Все, что хотите, делаем. И покраска модная, и штукатурка модная. Только, опять-таки, повторяюсь, желательно без блеска и перламутра. Вот эта вот венецианская штукатурка, она уже отошла, пожалуйста. Я всех прошу, ну не делайте вы ее, пожалуйста. Хотят еще до сих пор? Хотят, да, хотят, спрашивают. Я говорю, только не это. Обои тоже очень красивые. Сейчас есть обои, есть натуральные обои, из латуни делают обои, из натуральных шелка, из ткани. Ну, сейчас такой выбор очень красивых. Ну, тоже бюджет, конечно же, все зависит от бюджета. Поэтому все, что угодно, просто это должно быть в новом, современном прочтении, в актуальном. Надо смотреть побольше фото в интернете, что сейчас модно. Что современно, актуально, уже подбирать для себя. Не могу вас отпустить. Еще хочу спросить. Люстры, они должны быть сейчас громоздкими, ну крупными такими? Или все-таки минимализм? Все зависит от запроса, от стиля, от ситуации, от помещения. И такие применяем, и такие применяем. И что у нас по цветам? Какие цвета у нас в тренде? Ну, конечно же, натуральные цвета в моде, но я не могу сказать, что яркие цвета, например. Есть дизайнеры, которые работают именно в этом направлении. Они любят яркие цвета, они умеют их применять. Но заказчиков, к сожалению, мало, которые готовы жить в таком интерьере. Да, допустим, лично мое наблюдение, что, как правило, это какие-то творческие люди, которые могут на это решиться, такие неординарные. А обычные люди... С красной стеной сживаются не очень, да? Да, я бы посоветовала обычным людям, конечно, более спокойные тона. И, допустим, яркие цвета где-то в декоре и в тканях. Шторы, допустим, подушки на диван. То, что можно поменять, когда надоест. Вот конкретно я у себя когда-то сделала такие штрихи красные, да, в шторах у меня были подушки. Сейчас я их убрала, мне поднадоело. Ну, то есть, чтобы вы могли менять. Вот, поэтому... А вот вы сказали, в моде натуральные цвета это какие? Это нежные, там, светлые, бежевые, пастельные оттенки, светло-серые. Это может быть фисташковый какой-то такой, очень ненавязчивый, неяркий цвет. Это может быть нежно-голубой. То есть, все то, что напоминает природу. То есть, зелень, небо, там, песок, да, вот все такое природное. Поняла вас. И вот как раз вы сказали о том, что у вас в собственном дизайне были красные такие вот акценты, а потом вы их убрали. Вот посоветуйтесь, пожалуйста, что-нибудь нашим зрителям, как можно легко и при этом достаточно результативно освежить вот дизайн? Освежить дизайн... Во-первых, сейчас очень легко перекрашиваются стены без предварительной подготовки. Вы просто можете купить краску, можно сделать, есть такая меловая краска. Сейчас много рецептов в интернете есть, как ее сделать. И ее можно закрыть даже обои. Ага. Да, старые надоевшие обои вы можете перекрыть этой краской. Можно одну, кстати, стену, да, выделить? Можно одну выделить стену. Можно перекрасить мебель точно так же этой же меловой краской. Вот, а можете поиграть просто с декором, поменять шторы, поменять подушки, какие-то вазы поставить другие, ну, поиграть с декором. Так, все, я вас поняла. Елизавета, было очень интересно. Я бы отряда разговаривала и разговаривала, но мы вынуждены вас отпустить. Пожалуйста, пожелайте что-то напоследок нашим телезрителям, теплое и приятное. Ну, я хочу пожелать, чтобы у всех в душе всегда был мир и покой. Это самое главное, наше душевное состояние. И, конечно же, красивых вам эргономичных, функциональных интерьеров, в которых вам будет уютно, тепло жить, чтобы все были здоровы, счастливы, был мир на земле. Каждый дом по красивому дизайну. Согласна полностью. Ну, и еще раз огромное спасибо, что пришли к нам. Спасибо вам. Спасибо.